Задача искусства — это авангард, это форпост продвижения христианства, христианских ценностей в мир. Все, что происходит в эфире — радио, телевидение, атмосфера, определенное состояние общества, оно наполняет человека и влияет на него. Нужно начать влиять эту атмосферу, вот его нужно наполнить правильным содержанием, в первую очередь, конечно, это Духом Божьим, правильной информацией, и его мировоззрение, его поведение, его привычки начнут меняться. К сожалению, сегодня культура, которая есть, масс-культура, она не формирует человека, который можно назвать гармонично развитым. Что значит влиять локально? Это значит создавать творческие проекты на уровне церкви, которые способны влиять. Христианство — это не просто какая-то маргинальная масса, которая ничего не имеет, где-то сидит там, затворившись. Сейчас есть форматы, которые очень эффективны для внешней культуры. Я считаю, что в современном обществе, в котором жизнь стала очень, скажем так, виртуальна, я знаю ситуацию, то есть когда молодой человек приходит домой, что у него там торчит в плеерах, что он слушает, что он смотрит по интернету — нечего. И это не только вопрос влияния, это также вопрос влияния на церковное новое поколение. То есть им не на чем расти. Я понимаю, что здесь должен быть более серьезный подход. Я верю, что должно быть создано глобальное христианское пространство или глобальная христианская музыкальная организация, которая бы взяла ответственность за присутствие христианской музыки на площадках в эфире, на телеэкранах, чтобы эта музыка растекалась и она влияла, и для этого нужно объединять усилия. То есть это о глобальном уровне мы по-другому не сможем сделать, то есть по-любому никак. То есть нужно объединять усилия. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...